Осталось всего два уикенда показа представлений жираф-шоу в Тверском цирке. За три недели выступления артисты покорили публику номерами в самых разных жанрах. Воздушная гимнастика, акробатика, жонгляш, дрессура. Любимицей зрителей стала клоунесса Оксана Нескладная с авторскими номерами. И, конечно, как можно догадаться по названию программы, главные герои шоу – четвероногие артисты. Это уникальная программа, сейчас расскажу почему. Очень большое количество животных – и верблюды, и собачки, и обезьянки. Большая группа хищников – это очень редко сейчас, где можно встретить, когда и тигры, и львы. И, несомненно, это наша звезда программы – жираф-багир. Люди, конечно, испытывают просто восторг, потому что у нас происходит в жираф-шоу и интерактивная часть очень большая, когда зритель может стать частью представления, то есть детки маленькие могут покормить жирафа. Да, мам, жираф дарит незабываемый поцелуй, а молодым людям он поправляет прическу. В Твери такой интерактив действительно вызвал ажиотаж, и желающих познакомиться с багиром оказалось немало. Он единственный в России дрессированный жираф. Эти животные редко встречаются в цирках, поскольку сложны в перевозке и содержании. Но для багира созданы все необходимые комфортные условия. Специальный обогреваемый фургон, кормушка на уровне головы. Рацион пятнистого артиста в основном состоит из овощей и отрубей – порядка 40 килограммов в день. Как говорит польский дрессировщик Михаил Борза, в основе работы с жирафом лежит идеология гуманной дрессуры. «Работать с животными – это настолько благодарная вещь. Они отдают сердце так, как мы им, так они нам. Можно сказать, что дрессура – это даже сложно сказать. В нашем случае это сотрудничество. Мы партнеры. Он приехал к нам еще маленьким совсем, но жирафы рождаются уже два метра, поэтому он был два с половиной метра, ему было сейчас, видите, больше пяти метров. В этом году 14 лет, и можно сказать, что только мы сейчас начали открывать свои таланты, свои возможности, потому что очень долго привыкал. Багир 4 года вообще с таким опасением подходил к нам. Немножко, они пугливые животные, очень пугливые. Любая, знаете, яркая одежда среди зрителей, она его просто пугала. Он такие глаза делал и готов был убежать. Сейчас ему все равно, в какой одежде, как люди хлопят громко, это еще лучше, потому что ему сейчас нравится выступать. Все говорят, не может быть. Все животные обожают манеж, потому что манеж – это вкусные вещи. Мало что это развлечение для них, кто еще получает что-то очень вкусное. Багир обожает сухарики. И главное, что представление жираф-шоу дарит массу положительных эмоций как взрослым, так и самым юным зрителям. Большая часть представлений уже прошла, и все представления проведены с аншлагом. То есть билеты раскупаются очень хорошо, поэтому советую приобретать билеты заранее. Прекрасная программа именно для малышей, даже вот от двух лет. Очень много получаем восторженных отзывов. Так что успейте выбрать билеты на лучшие места. Жираф-шоу идет по 6 марта включительно. И не забывайте, что согласно требованиям Роспотребнадзора в цирке действует социальная дистанция. Представление проходит с 50-процентным заполнением зрительного зала. Для детей до 3 лет вход бесплатный.